Я хочу представить вам ряд исторических карт разных столетий, для того, чтобы мы наглядно разобрались, где находилась Русь в течение всех этих веков. Первая карта, которую я вам представляю, это карта 1190 года. Надпись «Русь» находится в районе Черного моря и Дуная. Следующая карта – это карта 1260 года. Русь находится на том же самом месте. Следующая карта – это карта 14 века 1329 года. Как вы видите, ничего не меняется, и Русь находится на своем месте. Следующая карта – это карта 1339 года. Как вы видите, Русь находится с правой стороны Днепра, а с левой стороны Днепра мы видим герб Золотой Орды. Следующая карта – это карта 1375 года. Здесь мы видим то же самое. Русь находится с правой стороны Днепра, мы видим город Киев, а с левой стороны Днепра мы видим Золотую Орду. Следующая карта это карта 1475 года. Насколько я понимаю это первая карта на которой появляется Московия. Соседями Московии является Литва, Польша. На месте Руси написано Славия Минор. Следующая карта это карта 1522 года. Как мы видим Русь находится на своем историческом месте. Следующая карта это карта 1524 года. Русь находится с двух сторон Днепра. Следующая карта это карта 1525 года. В Российской Федерации говорят что это первая печатная карта России. Но как вы видите на этой карте написано карта Московии. Мы видим что здесь написано Магнус Принципс Московит. Московия находится в окружении Тартарий. Следующая карта это карта 1535 года. Как мы видим Русь находится опять же на своем историческом месте. Следующая карта это карта 1559 года. Русь находится там же где и была. А за доном мы видим Тартарию. Следующая карта 1565 года. Здесь мы видим Русь на своем историческом месте. Видим Московию которая находится севернее Руси. Русь находилась и находится на территории современной Украины. Никогда никуда Русь не переезжала.